Около пяти утра на мониторах командного пункта зенитно-ракетного комплекса С-300ПМ-2 фаворит появляется объект. Операторы безошибочно определяют вражеский байрактар. Пусковым установкам в дистанционном режиме дается команда и ракеты уходят в заданный квадрат. Подтверждение меньше чем через минуту. На мониторах и индикаторах пропадает сигнал. Значит, беспилотник уничтожен. Комплекс сворачивается и меняет позицию. Первоочередное требование безопасности. Позиция раскрыта. Нужно уйти из-под возможного ответного удара. На новом месте дислокации заряжают отстрелявшиеся пусковые установки. Боекомплект всегда должен быть полным. ЗРК на круглосуточном боевом дежурстве. Комплекс фаворит последняя, самая свежая из модернизации семейства С-300. Сергей начинал службу в ПВО еще на машинах советского производства. Сейчас перечисляет достоинства обновленного ЗРК. Вычислительность приемных устройств. Это все связано с модификацией, модернизацией, установкой новых СВЧ-приборов. Машину вычислительную абсолютно поменяли. Отказа устойчивость выросла на порядок. Высокая отказа устойчивость, значит сколько нажатий кнопки пуск на командном пункте, столько и пусков ракет, поясняет зенитчик. Зона поражения внушительная, 250 километров. Разбег высоты от 100 метров до нескольких километров. На счету расчетов фаворита уже 5 уничтоженных байрактаров, причем как разведывательных, так и ударных с боезапасом. Может комплекс работать и по целям, которые недоступны для предыдущих модификаций. Мы можем сопровождать цели с нулевой скоростью. Если вертолет, допустим, ну, свойства вертолета зависнуть, мы его будем сопровождать. ПМ-2 это 12 пусковых установок, 48 ракет, под управлением единственного расчета. Обнаружить, сопровождать и уничтожить он может до 6 целей одновременно, идущих на разной высоте и скорости, находящихся на разном удалении. Глаза комплекса направленная радиолокационная система, которая видит в небе все на 300 километров вперед. Угол обнаружения у нее 110 градусов, и даже у этого всевидящего ока есть помощник. Кроме основной радиолокационной системы, фаворит укомплектован низковысотным обнаружителем. Вот этой мачтой высотой в 9-этажный дом. Этот локатор предназначен прежде всего для безопасности самого комплекса. Радиус обнаружения цели у него 60 километров, высота от 10 метров до километра. Зенитчики говорят, фаворит самодостаточный комплекс, способный в одиночку без дополнительного усиления обеспечивать безопасность в небе в порученном районе. А значит, точки У, беспилотники и авиация ВСУ не подберутся к нашим позициям на переднем крае. Анатолий Бородкин, Владислав Колупаев, Андрей Петухов, телеканал «Звезда», Харьковская область, Украина.